Приветствую вас. На мой взгляд, на мой взгляд, у вас есть несколько таких вот вариантов решения проблемы, которые вы описываете. Первый вариант для решения проблемы, это методично и систематично показывать своему мужу, что вам важно, что для вас ценно, то, что вы хотите и так далее. Вот. Постараться его убедить, постараться сделать так, чтобы он загорелся этой идеей, постараться показать ему, что это очень здорово, интересно, классно, хорошо и прочее. Это первое. Второе. Вам 21 год и вы замуж вышли, ну, я бы сказал, достаточно рано, с учетом того, что хотите вы, значит, ну, вы хотите реализовывать. Вот. То есть, вот мне кажется, что рановат вы в таком случае вышли замуж, вот, просто рановат. Если вы хотели реализовываться, то реализовываться, да, то вам, ну, не замуж нужно было выходить. Вам нужно было, собственно, реализовываться. Вот. И это, как мне кажется, ну, довольно такая серьезная история, потому что не просто, не просто вам будет какое-то решение адекватное выработать. Сейчас, когда вы, собственно, замуж вышли, вот, мужчина, он всегда может сказать о том, что, ну, ты же, ты же вышли за меня, ты же решила обзавестись семьей. Так, почему ты сейчас ведешь себя иначе, почему сейчас ведешь себя по-другому? Ну, да, ты хочешь реализовывать и так далее. Вот. И он, на самом деле, чем-то будет прав. Да. Вот это самое неприятное для вас. Что мужчина, он будет чем-то прав здесь. Понимаете? Вот. Поэтому, очень важно, на мой взгляд, очень важно, на мой взгляд, разобраться по своими приоритетами. И вот для этого методично двигаться вперед. Мне думается, что эта позиция в целом принесет вам скорее позитив, чем негатив. Вот. никаких легких решений здесь нет и быть не может, в принципе. Вот именно, именно в принципе. Никаких решений здесь не может быть легких. Ну, а соответственно, что вам делать, да, это вот уже будет зависеть исключительно от вас, от того, что вы для себя решите. Ваше желание развиваться и реализовываться, оно нормально, ясно и понятно. Вот. Желание вашего мужа не рисковать есть, но тоже, вы просто, ну, разные люди. И если вы, если вы не сможете человека убедить, например, в том, что вам это важно, что вам важно делать то, что, ну вот, что вы хотите делать, к примеру. Что, мне кажется, что придется выбирать вам. Вот. Значит, ну, придется выбирать. Будете ли вы с мужчиной находиться, или вы все-таки будете одна. Ну, как бы, идти вам на встречу. Вот. Если мужчина не будет, ну, помогать вам. Как-то. Как-то так, скажем. Вот. Такой вот момент, я думаю, ну, вот, то, что можно вам ответить. Вот. Именно, именно вот, именно сейчас, что, как, как я могу вам ответить. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Вот. Обратите внимание, обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы... Значит, как, как это вам так сказать, что вы как будто бы, как будто бы не уверены в том, что вы правы, говоря о... А, значит, реализации. А самореализации. Обратите внимание, пожалуйста. А этот момент очень важно. Так что вы выдаёте нам вопрос. Вот. Но мы, мы, на ваш вопрос такого плана не определим. Потому что, как каждый отвечает на него, на этот вопрос сам. Вот. Т.е. слова по словам правильно или самореализовываются. И вы чувствуете, что вам нужно. Вы чувствуете, что вы этого хотите. Вы чувствуете себе потенциал. Его нужно реализовывать. Так или иначе. Так или иначе. Вам нужно его реализовывать. А свой потенциал? Потенциал. Иначе. 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 Ничего. Хорошего. Не будет. Просто. Иначе ничего хорошего. Не случится. Вот. В том смысле, что вы будете не удовлетворены. А постоянно. Вот. Я не думаю, что это что-то хорошее для вас. По крайней мере. Вот. Так. Можно. Вам, наверное, ответить. На вопрос. Который вы задаёт. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ. Я буду благодарен. За его оценку. В качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok.